Я святой присутся на этом месте, Господь Иодич. Ответи нас, пожалуйста, Господь Иодич. Аллилуйя, Отец. Откроем Слово Твое. Аллилуйя, Отец. Приготовь наши сердца, Господь Иодич. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь Иодич. Веди нас в познание Себя. Если еще что-то остается в сердце Своем, Господь, помоги прямо сейчас. Исповедуй, Господь Иодич, то, что мешает открыться перед Тобой, Господь, лично, Господь Иодич. Потому что Ты здесь сейчас, Твое присутствие здесь сейчас. Научи народ Твой, Господь, общаться с Тобой непосредственно, Господь Иодич. Без посредника, Господь Иодич. Аллилуйя, Отец. Потому что Иисус единый посредник между Богом и человеками. Аллилуйя, Отец. Между Богом и человеками, Господь Иодич. Ты единый посредник. Тебе вся слава, Господь Иодич. Просто, Господь, очисти наши сердца, Господь Иодич. Может быть мы где-то согрешили словом, мыслями своими, делами своими, Господь, Отец. Амой нас прямо сейчас, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Пусть прямо сейчас, Господь, Твоя святая благодать просто осветит это место, осветит наш Господь, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Осветит наше восприятие, наш разум, Господь, Отец. Потому что мы не способны воспринимать, мы не способны открывать, Господь, Отец. Мы не способны читать, мы не способны уразуметь, Господь, если ты не откроешь народу своему, Господь, Отец. И без откровения свыше народ не обуздан, как написано, Господь, Открой каждому из нас, Господь. Когда мы получаем свежие откровения прямо с неба, ты можешь водить целые нации, Господь, за собой, Отец, Ассана, Господь. И мы будем послушать Себе, Господь, когда мы имеем каждый из нас личный, Господь, Отчий, личное, Господь, Отчий, откровение, личное помазание, как написано, которое учит нас, образумляет нас, личное водительство, Господь, Отчий. Тогда мы начинаем двигаться в одном духе, Господь, Отец. Отсану, слава тебе. Единомыслие приходит, едино душа приходит. У нас одно сердце, Господь, Отец. Мы просто собираемся, Господь, Отец, на всяком месте и говорим об одном, Господь, Отец. Потому что ты открываешь каждому из нас лично, Господь, Отец. Аллилуйя. Хвала тебе всемогущий. Мы благодарим тебя, Господь, Отец. Во имя нашего Господа Иисуса Христа на этом месте. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста, кто еще не успел сесть. И мы начинали сегодняшнее служение с первой книги Царств, вторая глава, со второго стиха. Где написано, что нет святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. В принципе, эта тема, она как продолжение той темы, которую мы уже начали. Или мы рассматривали, что Бог никому своей славы, помните, да? Бог своей славы не отдаст иному. Бог своей славы не отдаст никому. И мы рассматривали очень много мест из Писания, когда мы просто видели о том, что это не то, что Бог, он как-то ревнует о своей славе, или ни с кем не хочет делиться. И мы хорошо рассмотрели о том, что Богу не жалко потереться своей славой, но Бог против того, когда кто-то присваивает эту славу себе. Это началось когда-то с Люцифера, с Херувима Осеняющего, который просто попытался эту славу присвоить себе и сказал когда-то так, что вот я такой прекрасный, такой хороший, и вся слава должна принадлежать мне, и что Бог тут ни при чем. И просто произошло очень сильное падение. И вы знаете, интересно, что через какое-то время, может быть, проходили тысячелетия, и потом, когда Бог создавал человека, Адаму и Еву, создал Едемский сад для возделывания, и Бог создал идеальные условия для того, чтобы человек там жил, плодился, размножался, имел самое главное, что Бог создал человека для общения, для личного общения с ним, и предназначалось это место для того, чтобы человек там жил вечно. То есть человек, в принципе, был предназначен для того, чтобы не умирать. То есть Адам был предназначен для того, чтобы быть святым Божиим, Ева также была предназначена для общения, и люди, они были предназначены для вечной жизни. И вы знаете, на самом деле, люди пребывали в такой славе, первые люди, что когда эта слава от них отступила, то есть когда они согрешили, Интересно, что когда они вкусили дерево познания добра и зла, у них открылись глаза, как написано, и они узнали о том, что они наги. У них появилось знание, знание появилось, но они потеряли, они были лишены славы Божьей. И они увидели, что наги. Это очень интересное место, которое говорит о том, что, ну так, логически, если размышлять, ну неужели люди не видели раньше, что они наги? Но Библия говорит о том, что они были наги, но не стыдились. И, знаете, интересно, что Бог как-то мне дал такое откровение в плане того, что люди находились тогда, и Адам, и Ева в такой славе, они просто излучали такой свет, святость Божью, что, ну, можно сказать, если они смотрели друг на друга или смотрели на самих себя, они были настолько погружены в эту святость и в такой свет, что наготы просто было не видно. Хотя они были, у них не было еще тогда одежды, но просто они были в этом свете, в неприступном свете. И потом, когда Адам и Ева согрешили, написано, что все согрешили в Адаме, можно так сказать, и лишены чего? Славы Божьей. Вот в Едемском саду это первый раз произошло. Бог забрал, ну, можно сказать, люди потеряли или позволили украть, чтобы дьявол украл эту славу, и люди согрешили, и просто они были лишены. Слава тут же их оставил, потому что святость Божья и грех – это понятия, какие несовместимые. Нам надо запомнить. Само слово «святость» по-еврейски оно звучит как «кодэш». Кодэш – это значит «святой». А «кодош» – второе слово, древнее еврейское, оно означает «освященный» или «отделенный». Бог – он святой, а когда мы приходим к Богу, когда мы начинаем верить в Него, мы освящаемся. Мы освящаемся Словом, мы освящаемся Божьим присутствием, мы освящаемся Его святостью. И можно так сказать, что Божья святость – она абсолютно – это кодэш. Мы – наша святость, она всегда относительна. Потому что в этом мире что происходит? Здесь в этом месте, в первое царство, здесь написано, что «не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да они исходят из уст ваших». И нет святого, как Господь. Потому что всегда на протяжении всей человеческой истории возникали такие определенные личности, которые заявляли о себе то, что они являются святыми. Или они ставили себя на место Бога. Ну, я могу сказать, что абсолютно все фараоны, они автоматически причислялись к кому? Они были обожествлены и считались святыми людьми. Неподрешимыми абсолютно. Ну, знаете, это абсолютно противоречит, конечно, Писанию. И Новый Завет книги Деяния описывает одну такую очень простую историю. Что один царь встал и начал говорить какие-то такие возрушающие его слова. И когда Новый Завет послушал его такие прекрасные речи, они сказали, что это слова не человека, но Бога. Представляете? И этот человек вместо того, чтобы этот царь, вместо того, чтобы прославить Бога, он присвоил эту славу себе. Через какое-то время этот человек, этот царь, что произошло с ним? Он умер и был изъеден червями. Можете себе представить? Ну, не потому что Бог такой злой. Нам надо очень уловить о том, что когда человек начинает присваивать себе эту славу, просто что-то происходит кардинально в его жизни. Поэтому Библия говорит, не умножайте речей надменных. Потому что это очень опасно. Мы, ну так, есть одно такое хорошее выражение, что дьявол всегда делает одну и ту же самую вещь. Он поднимает человека на высокую горь, тщеславие, надменностью, гордостью и потом что делает? Сбрасывает его оттуда. И человек падает и очень часто просто разбивает. Бог нас ведет по другому пути. Бог нас проводит через горнило уничижения, смирения. Когда мы просто соглашаемся перед ним, для того, чтобы в определенный момент мы не могли присвоить его славу. Мы могли сказать о том, что вот то, что нам принадлежит на сегодняшний день, и вот то, что мы делаем хорошее, доброе ли оно, это все от Господа. Ну, если я что-то доброе сделал, что сделал хорошее, ну, это не я, да? Это Господь, это благодаря Богу. Он источник всякой славы, он источник всего доброго в моей жизни. Это будет правда. Когда человек противится Богу, Библия говорит, что лук сильный преломляется, а немощные припоясываются силой. Новый Завет говорит о том, что тот, кто себя возвышает, надмивается, тот уничижен будет. Ну, притом не написано, что Бог его будет уничижать. Это происходит по вине самого человека. Это описывается самого человека. Но тот, кто уничижается, и там написано, что он будет возвышен. Возвышен Богом. И не тот славен, кто сам себя прославляет, да? Ну, Новый Завет говорит. А того, кого Бог прославляет и возвышает. И вот это, конечно, очень сильное такое место, которое мы прочитали, из Ветхого Завета, которое говорит о том, что нет святого, как Господь. Новый Завет. Давайте мы откроем подтверждение, которое звучит в Новом Завете. Это написано в книге Откровения. Книга Откровения, 15 глава. Это последняя книга Библии. 15 глава. Мы прочитаем только один четвертый стих. В 15 главе книги Откровения, Апокалипсис, в четвертом стихе написано. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? И что написано? Ибо Ты един свят. Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Библия говорит о том, что Ты един свят. И как это понимать? Ну, конечно, мы можем открывать многие места из Библии. Может быть, кто-то сразу так, если не вникнет, то можно не понять. Потому что Библия говорит о святых. О том, что у Бога есть очень много святых. И какое послание апостола Павла не открывать, или Якова, или Петра, оно всегда будет начинаться с чего? Ну, приветствую вас, святые. Святые Божии. И даже когда послание Коринфянской церкви начинается с того, что он обращается к святым, а потом выясняется, что в этой церкви было очень много греха. И как-то опять же так, ну, нам сразу становится непонятно, как же это может быть так, что он обращается к святым, а потом выясняется, что там такое творилось, и не совсем это понятно. Вот сегодня мы на эту тему немножко будем рассуждать, размышлять, углубляться в Слово Божие. Но самое главное, мне бы хотелось сегодня главную мысль донести о том, что Бог, Он един свят. И это, эти два места, и Верхний Завет, и Новый Завет, говорят о том, что источник святости, он исходит только от Бога. Вот это нам надо запомнить. Если кто-то о себе в мире заявляет, что он святой, или кого-то люди возвели в ранг святого человека, например, очень много царей возвели в ранг святых, или они относятся, ну, как вот, просто ввели их в ранг святых людей, канонизировали их буквально, да, ну, один простой пример, это Александр Невский. Он возведен, канонизирован в святые. Можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться, но это не важно. Важно то, что есть только один источник святости, и это Бог. Ну, если кто-то другой себе так заявляет о том, что вот, да нет, я не могу с этим соглашаться, я тоже святой. И очень часто в мире есть такое очень серьезное заблуждение, оно очень распространено, вы сейчас со мной согласитесь. Очень часто люди, живущие в мире, почему-то святость ассоциируют со своими делами. Они говорят так, о том, что если я сделаю что-то очень мощное, очень такое великое, очень такое сильное, какой-то такой подвиг, то, наверное, я буду святым. И при этом, знаете, ну, на самом деле, Бог, о Боге вообще никто даже не говорит. Просто кто-то совершил какой-то подвиг, и, ну, вот, его начинают причислять к святому. Вот, Библия-то не соответствует абсолютно. То есть к делам это не имеет никакого отношения. И для того, чтобы не быть голословным, давайте откроем такое место, это послание Ефесянам, знаменитое место, да, где об этом очень четко прописано буквально. Посланник Ефесянам, 2 глава, посланник Ефесянам, я подожду, пока все откроют, 2 глава. В моей Библии это 235-я страница, в церковных Библиях это какая страница? Тоже 235-я. 2 глава, с 4-го стиха. И здесь написано так, что Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть мы уже воскрешены во Христе Иисусе и посажены на небесах тоже во Христе Иисусе. Аминь. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас, это что? Это Божий подарок. Божий дар. Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. Можете сказать на это аминь? Аминь. Потому что очень многие хвалятся. И вы знаете, интересно, что, ну, если говорить вообще о сектарстве, секта, вы должны знать, что такое понятие секта. Секта это то, что отделяет меня от единства веры. И вот здесь надо очень четко так вникнуть о том, что, что отделяет меня от единства веры. О том, что если что-то не соответствует Писанию и уводит меня от веры в каких-то делах, в исполнении каких-то дел, вы знаете, что люди делают, ну, как, в делах закона, можно так сказать. Они оправдывают тем, что вот мы такой подвиг совершили. В некоторых, действительно, сектах людей заставляют, например, ползать вокруг, ну, три раза, например, надо оползти на четвереньках вокруг огромного озера. И только тогда, когда я оползу, ну, проползу, да, вокруг озера три раза, тогда меня можно считать, ну, достойным тому, чтобы приходить вот в эту общину, вот, которая на самом деле является сектой. Почему эта секта? Потому что она отделяет людей, она учит абсолютно полное лжи. Человек начинает верить во что? Что если я вот это исполню, я тогда, что? Я тогда буду святым человеком. И он начинает хвалиться. Он говорит, я три раза прополз на четвереньках вокруг вот этого озера. Я прекрасный человек. Все. Ну, такой подвиг совершил. К святости Божьей это не имеет никакого отношения. Вот это как раз-таки сектанство. Я могу сказать, что очень много огромных религиозных направлений, которые имеют, ну, огромные колоссальные здания, можно сегодня, на сегодняшний день назвать сектой. Почему? Потому что они уже не учат тому, что является истинным учением, но заставляют людей делать то, что просто отделяет человека от самого главного, от общения с личностью Иисуса Христа. Сам, можно сказать, что зачинатель протестантской веры, Мартин Лютер, его история говорит о том, что он когда-то полз по ступенькам, опять же, совершая свой подвиг веры. Очередной подвиг веры, это было священие католической церкви. И вот там нужно было так, что ты войдешь вот в этот кран, а там было очень много ступеней. И вот на каждой ступеньке по латыни надо было произнести опленную такую, как, ну, знаете, как мантра. Ну, по-другому я не могу сказать. Это была мантра. Просто что-то мантрическое только произнести, не задумываясь о том, что... И он читал такую мантру очередной раз, что праведный веру жив будет только на латинском языке. И вот он проползает на каждой ступеньке, он по латыни произносит. И вот по латыни произносит. И потом он вдруг открывает для себя, да, Бог ему открывает, ну, просто до него начинает доходить. Праведный веру жив будет. Еще одна ступенька. Праведный веру жив будет. И вот он ползет, ползет уже сотая ступенька. Праведный веру жив будет. И вот он до него вдруг доходит. А что же я ползаю тут вообще по этим ступенькам, если вообще к вере, к моей праведности, к праведности Божией, к праведности библейской ползание по ступеням не имеет никакого отношения. Он встал, отряхнул пыль со своих колен и началась через какое-то время что? Реформация. Началось новое движение, когда этот смелый священник восстал против католицизма, который на то время учил совершенно абсурдные вещи, которые совершенно не соответствовали Библии. Одно из них, например, что грех можно свой выкупить. Заплатил деньги и тебе католическая церковь прощает. И там уже речь вообще не шла о Боге, ни о каком Боге уже речь совершенно не шла. Очень много примеров можно привести к тому, что как люди хвалятся делами и думают, что когда что-то я совершил хорошее, прекрасное, то я становлюсь автоматически святым человеком. Дальше мы прочитаем послание Кефицианта 2 глава, 9 стих. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, это уже обращение к нам, это очень серьезно, чтобы у нас не было сомнений. Потому что очень многие сегодня говорят, ну я, например, в синагоге слышал, мы были в Москве в синагоге, в ортодоксальной синагоге говорят, эти язычники, которые там верят в какого-то Иисуса Христа, который когда-то заявил о том, что Он является Мессией, они все просто сходят с ума. Они говорят какие-то вещи совершенно абсурдные, совершенно кто ли, не имеющие никакого значения. Вот чтобы нам не сомневаться, да, ну вот в этой, ну в такой ереси, нам очень хорошо надо знать, что апостол Павел по этому поводу говорил, который хорошо знал Тора, который сам был из евреев, иудеев, да, который был фарисеем в прошлом, и стал очень мощным, сильным христианином, который лично знал Господа Иисуса Христа. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемые, обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждые заветов обетования, не имели надежды и были безбольники в мире. А теперь что? А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки, чем кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделывавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду между вот этими двумя народами, плочу своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самого одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом под следством Христа, убив вражду на нем. Даже нечего добавить. Вот апостол Павел настолько четко пишет, что, ну, просто можно читать и все, и принимать это на веру. И придя, благоветствовало мир вам данным и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, запомните это, мы уже не чужие, не пришельцы. Но что? Кто мы? Но сограждане святым и свои, кому? Богу. Аллилуйя. Вот это утверждение, которое дано нам, обращенному язычеснику, о том, что мы уже не чужие Богу. Мы можем также Бога называть Ава-Отче, наш Отец Небесный. Он принял на свою семью, потому что мы обыли драгоценной кровью Иисуса Христа. Библия говорит, что мы свои Богу. И это очень важно, это очень ответственно. И второе место, которое я хочу прочитать в Новом Завете, о делах, это послание Галатам. Послание Галатам, тоже вторая глава. Шестнадцатого стиха. Моя Библия, это 230-я страница Нового Завета. Послание Галатам, вторая глава, шестнадцатого стиха. Апостол Павел также пишет. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Еще раз прочту. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то очень многие сегодня себя оправдывают. Это о том, что я верю в Иисуса Христа, да, я верующий в Иисуса Христа, я знаю, что Иисус Христос есть, но человек продолжает жить во грехе. И вы знаете, это тоже к вере не имеет никакого отношения. Человек просто знает, что есть Бог, что есть Иисус Христос, но если его жизнь не соответствует Евангелию, не соответствует Божьим заповедям, если он не исполняет их, то этот человек не верующий. Он просто, у него есть знание, о том, что делает, он обмевает и позволяет ему оправдывать свои грехи. Но к вере это не имеет никакого отношения. Неужели Христос есть служитель греха, получается, да? Апостол Павел говорит, никак, это несовместимые вещи. Святость и грех несовместимы. Ибо если я снова созидаю, что разрушу, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я зараспялся к Христу. И знаменитый стих, который мы все должны, в принципе, знать наизусть. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Мне нравится, знаете, одна такая метафора, когда я только уверовал, один проповедник, он говорил так, что, вы знаете, когда мы только знаем о Боге, о Христе, мы видим там, где-то там на Голгофе маленький такой крестик, и там кто-то распят. Мы понимаем, что это человек, который совершил какой-то подвиг, он очень хороший, и он там маленький, а я большой. И мы начинаем приближаться. Мы начинаем приближаться к Голгофе, ну, конечно, духовное такое, ну, как бы, образное понятие, мы начинаем идти к Голгофе. И вот интересно, что по мере того, как ты приближаешься к Иисусу Христу, ты начинаешь понимать, что Он совсем не маленький. Ну, то есть ты начинаешь познавать Слово, начинаешь познавать Его волю, что Он сотворил, кто Он на самом деле есть. И ты потом подходишь, ну, например, если читать уже книгу Откровения, как Иисус Христос потом там уже перед нами предстоит, предстоит. И проповедник говорил так, что когда я увидел реально в своей жизни, пережил Иисус Христа, я увидел, что это великий, ну, это огромный Бог, который абсолютно святой, у него абсолютно нет никакого греха. А я оказался, что когда я подошел совсем плотно, я оказался совсем маленьким, понимаете, да? И здесь на самом деле, вот Иоанн Греситик когда-то хорошо сказал, что мне надлежит умоляться, а Христу возрастать. Вот в нашей жизни должна быть вот такая, очень четкая такая пропорция, что моё Я, оно все больше умоляется, 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 и в конечном итоге, что? В конечном итоге, пока я не скажу, что уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу в оплоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Понимаете, да? Христос есть конец закона, иначе на самом деле смерть его напрасна. Знаете, есть очень хороший критерий, я недавно прочитал одно такое выражение, ну то есть реальная история, в плане того, что два священника стоят и пересчитывают пожертвования, пожертвования очень много. И там люди набросали золотых изделий. И он говорит, что вот, наверное, сейчас бы уже апостол и Иоанн, и Петр уже не смогли сказать, что золота и серебра нет у нас. Ну помните эту историю, да? Потому что у нас есть уже и золото, и серебро, а более старые священники отвечают молодому. Но мы сегодня не можем сказать, как они, что прокаженному в ста не ходи. А мы сегодня не можем так сказать. И знаете, происходит такая замена. Мы живем сейчас во времена таких очень серьезных соблазнов, когда человека очень легко обогатить и очень легко прославить. То есть дьявол это может сделать на сегодняшний день очень быстро и мгновенно. Через это он очень быстро роняет больших служителей на самом высоком уровне. И чтобы нам не подвергаться вот этим соблазнам таким, мы должны быть утверждены в нем, во Христе Иисусе. Я хочу сказать о том, что в тот момент, когда в церквях присваивается Божья слава, или кто-то заявляет о себе о том, что он непогрешим, слава Божья оставляет эту церковь, эту динаминацию, этот храм. И тогда вы можете там увидеть, ну, все, что угодно. Вы можете прийти, это может быть богатая церковь, там может быть все, что угодно, прекрасное учение, прекрасное знание, но там не будет происходить чудес, там не будет происходить Божьего присутствия, там люди не будут получать ответа на свои проблемы, на свои вопросы. Это место, оно будет просто при всей своей наполненности, оно будет абсолютно пусто. Там не будет самого главного, там не будет Божьего присутствия. Божья святость в представлении Бога, да, или в представлении Библии, это то, что несовместимо с грехом. Вот святость – это то, что абсолютно чувство греху там, в месте святости, греха никогда не было. Понимаете, Бог – это единственная личность, которая никогда, ни в чем, нигде, понимаете, о чем я говорю? Никогда, ни в чем, нигде не согрешила. Никогда. Это абсолютно личность. И я хочу сказать о том, что, опять же, святость не имеет отношения к тому, что, опять же, у меня было такое представление о святых. Святой человек, сейчас я немножко расскажу, да, кто такой святой человек, в моем представлении, когда только пришел к Богу. Это, вот, или мужчина, одетый во все серое, у него серое лицо, он абсолютно лишен всего, это не должен быть богатый человек. Он, иногда ему даже не на что купить себе продукты, он голодает и в постах постоянно. Ему все нельзя, он ничего не может. И он, обычно, он просто закрыт в каком-то закрытом помещении, и он там находится годами. Вот в моем представлении, да, это был святой человек. Или это какая-нибудь старушечка, которая вот в таком платочке, и вот она совершает какое-то свое послушание, кому-то служит, и все. Ну, просто, вот это представление людей о святости. Но я хочу сказать о том, что, опять же, это неверное представление о святости. Самый лучший пример, это сам наш Господь Иисус Христос. Иисус Христос, три с половиной года, вот, у него служение, и вы можете увидеть Иисуса Христа во всех абсолютно ситуациях. То есть, Иисус на свадьбе, да, Иисус там, где-то происходит какой-то пир, Иисуса встречают там, буквально, вот, ну, там, ветвями машут ему, он во славе. Или Иисус, где-то в каких-то гонениях, его там со скалы хотят сбросить. Иисус предстает в Евангелиях в самых различных ситуациях, жизненных ситуациях. Написано в Библии так, что Иисус был искушен во всем, понимаете, абсолютно во всем. Но греха не сделал. Ни одного греха. Можете себе представить? Ни одного греха. Но я хочу сказать, что во всех вот этих ситуациях, где Иисус на свадьбе, или там где-то празднует, или фарисея в чем обвиняли? То, что он сидит и празднует вместе с пьяницами и с блудницами. Понимаете, да? И он на самом деле, вот, сейчас общался с мытарями, вот, и люди видели его там, ну, просто... И я хочу сказать, что при всем при этом Иисус Христос сохраняет свою святость. Он был абсолютно свят. Понимаете, как интересно? И вот, когда я понял, понял вот эту мысль, как откровение, для меня, знаете, просто как? Я получил очень большое освобождение, в плане того, что сегодня я могу свободно пойти на какой-то праздник, потому что раньше я себе этого запрещал. Раньше у меня было очень много таких зон табу, куда я вообще не мог ходить, о том, что где, ну, о, ну, здесь святой не может быть, о, сюда мне входит запрещен. И тогда это было, знаете, бесконечно. Как у фарисеев, знаете, интересно, у фарисеев, а что это говорилось? У фарисеев, по Писанию когда-то, ну, законники это почитали, ну, книжные люди, и выяснилось, что у фарисеев ровно 666 запретов. То есть, если ты... ну, и все эти запреты надо было соблюдать постоянно, понимаете, да? И кроме того, что надо было еще соблюдать дела закона, потому что, ну, вот, священник, он должен в своей жизни соблюдать бесконечно множество законопостановлений. Можете вот себе представить жизнь вот такого человека? Я могу сказать, что жизнь вообще, назвать это нельзя. Ну, это просто мертвая религия, которая убила очень много людей, которые просто не жили, а не существовали. На самом деле, как кто-то очень хорошо сказал, не так страшно умереть, как страшно не жить. Запомните, не так страшно умереть, как страшно не жить. До чего мы родились? И до чего Бог-то пришел во Христе Иисусе? Иисус Христос пришел для того, чтобы нам дать жизнь, и, как написано, и жизнь с избытком, аллилуйя, дал нам, дать нам радость и радость совершенную. Все, ну, то есть, просто во Христе Иисусе мы должны излучать такую радость, чтобы людям в нашем присутствии было всегда хорошо, всегда радостно, даже во времена гонений. Во времена испытаний, во времена, когда нас ненавидят, гонят чаще, или злословят, в наших сердцах всегда будет радость. Аминь, да? Мы не должны унывать по Новому Завету. Это, я хочу сказать, и вот это, это имеет отношение, прямое отношение к Божьей святости. Получаете какое-то освобождение? Да. Пусть это нас освобождает, потому что очень много таких ложных стереотипов о святости, о том, что, о, Господи, это что же мне, если я сейчас в церковь приду, мне надо будет стать святым человеком, и мне все будет нельзя. Я просто, на самом деле, я верю в то, что Господь будет разбивать все наши вот эти ложные такие понятия о святости, потому что, на самом деле, вот к религиозному понятию о святости это не имеет никакого отношения. Божья святость это свобода, это когда Иисус Христос может прийти в любую ситуацию в твоей жизни, Он может прийти, знаете, на самом деле, в конечном итоге Бог может прийти даже в самый ад, адское место, потому что так оно и случилось. Написано, что Иисус был не изведен куда? В ад, в самый ад. А самопеист Давид, он пророчествует, Господи, Ты не оставишь души Своего святого где? В аде. И вот это место говорит о том, что Бог в своей жизни может прийти в самую адскую ситуацию, и при этом Он приносит туда свою святость. И туда, куда Его свет приходит, что происходит? Оттуда всякая тьма, что? Уходит. Аминь. Потому что там, где есть свет, там тьмы, что? Не может быть. Слава нашему Богу. Я хочу еще одно такое место открыть. Прекрасное место. Это послание к Евреям. И мы будем уже заканчивать. Послание к Евреям, 12 глава. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, пока вы будете открывать, о том, что святость, Библия называет нас святыми. И это не значит, что мы входим в какое-то состояние, когда мы становимся непогрешимыми. Вообще, понятие святости, оно связано больше с взаимоотношением с Иисусом Христом, который нас освящает. Вот это надо четко уловить. И понятие дел, да, ну, дел праведности, или дел, который вытекает потом из наших взаимоотношений, потому что Библия нас тоже призывает к каким-то делам. Но это не наши дела уже. Мы не можем сказать о том, что я совершил много хороших дел и присвоить это себе. Верующий, истинный, ну, искренне верующий человек может сказать так, что все то хорошее или доброе, что сегодня происходит в моей жизни, это все только благодаря Иисусу Христу. Я просто Ему доверился, я Его храм Божий, и Бог просто делает через меня то, что хочет. И вся склава за это принадлежит только Ему. Аминь. Человек не может это присвоить. И очень опасно, в тот момент, когда человек это присвоил, тебе сказал, это я такой хороший. В этот же момент он упал, понимаете? В этот же момент. Слава Божия оставляет его. Посланник Евреям, 12 глава, 4 стика. Звучит такое призвание, очень мощное призвание на самом деле, где написано так, еще раз, посланник Евреям, 12 глава, 4 стика. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот это место, оно тоже очень уникальное. Я могу так сказать, что почему надо до крови сражаться? Потому что когда ты хочешь святать Божию, в Его Божье присутствие, Вы знаете, интересно, раньше в Израиле, когда жених предлагал руку и сердце, делал предложение своей невесте, он дарил ей кольцо, подносил ей золотое кольцо, или когда он не мог себе позволить золотого кольца, был не настолько богатым, ему просто подарить маленький кусочек золота. И когда она принимала этот маленький кусочек золота, как символ, ну, вот этого предложения, того, что предлагался такой огромный завес, и невеста принимала это золотое кольцо, или золото, и жених говорил ей, теперь ты свята, теперь ты кадош, освящена для мужа своего. Святая, это, ну, хорошее второе понятие, это то, что отделено для кого-то. То, что отделено для кого-то. Почему Новый Завет приводит, что Церковь Божия – это невеста Христова? Потому что используется точно такое же понятие. Кадош, который говорит о том, что мы вступили, те, которые не хотят уже жить в этом мире, в этой мирской жизни, они вошли в Кромный Завет со своим женихом Иисусом Христом. Понимаете, да? В Кромный Завет. И тогда Библия нас называет святыми. Почему? Потому что мы вошли в этот Кромный Завет, и теперь наш жених, вот в этом брачном завете, он нас непрестанно освящает, если мы сохраняем с ним общение. Если мы исповедуем грехи наши, написано, да, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого греха. Когда мы входим в состояние святости, отделенности, посвящения, в этот момент происходят такие очень интересные вещи. Мир начинает нас ненавидеть. Это очень четкий признак того, что человек начал входить в святость Божию. Ему хорошо, он улыбается, он радуется. В церкви начинают происходить, как правило, чудеса. Совершенно сверхъестественно. Вдруг ни с того ни с сего кто-то решил свою проблему, кто-то получил исцеление, кто-то получил освобождение в какой-либо зависимости. Человек лично освободился, вернулся в семью свою, в свой дом. И, как Иисус предупреждает, двое восстанут против трех, и трое восстанут против двух. Невестка восстанет и так далее, и тому подобное. И начинается такая брать. Вплоть до того, что человеку начинают угрожать, могут его избить, могут его там, ну, в некоторых странах, просто христиан что делают? Убивают, да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда мы входим в понятие святости, то автоматически приходит очень жесткое, довольное противостояние. Пятый стих. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сына. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И здесь вот Библия говорит о каких-то наказаниях, которые, в моем представлении, есть всякие такие жизненные перепития, да? Всякие такие жизненные ситуации, которые могут показаться для тебя очень даже иногда жестокими, да? И ты можешь сказать, ну, как же так? Я же верующий человек. Ну, Бог меня должен по идее на руках носить, а тут происходят какие-то такие проблемы. Но многие из нас так, ну, с этим сталкивались. Вот Библия это называет определенным таким сокрушением или горнилом уничижения. Золото оно что? Должно пройти через семикратную очистку. И Библия параллельно местно говорит, правильно семь раз упадешь, и семь раз поднимет его Господь. Вот через эти падения, через это смирение, сокрушение, Бог очищает нас на самом деле и вводит нас в свою святость. Аллилуйя! Это прекрасно. И есть ли какой сын, которого не наказывал отец? Ну, действительно, я в своей жизни не знаю, ну, как, практически ни одного человека. Вот в моей жизни отца практически не было. То есть он ушел от нас рано, но даже он успел меня наказать. Понимаете, да? Ну, вот мы жили там буквально 6 лет вместе. Я помню, что один раз он меня наказал и ушел из моей жизни. Я думаю, чтобы исполнилось писание, которое написано. Разве есть какой-либо сын, которого бы он не наказывал отец? И это нормально. И почему это нормально? Написано в 9 стихе. Притом, если мы, будучи наказываемы, плоскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы что? Жить. Это для жизни нам дает. Ну, для блага. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь, и что написано? Участие в святости Его. Мы имеем участие в святости Его. Почему мы святыны сегодня? Не потому что мы можем быть святыми, как отдельно взятые единицы. Ну, это неправильное понятие. Потому что я делал очень много хороших дел, потому что совершил подвиг веры, потому что там где-то прополз вокруг озера на Четыреньках. Вот поэтому я святой человек. Это никакого отношения к библейской святости не имеет. Мы имеем отношение, мы имеем участие в святости Бога. Когда мы принимаем воспитание, то, что Бог начинает нас как-то проводить, Он ведет нас по этой жизни, согрушает наше «я», каким бы огромным оно ни было, если мы остаемся верны Богу, оно постепенно согрушается и уменьшается в размерах. До тех пор, пока я не могу сказать о том, что... Не смогу сказать о том, что... Ну, все. Теперь я вот вижу, да, о том, что... Ну, раньше бы я в это даже поверить бы не смог. А сегодня я могу сказать, что в моей жизни Иисуса Христа больше, чем 20 лет тому назад. Это вот мое свидетельство личное. О том, что я уверовал ровно 20 лет тому назад. Я могу сказать о том, что... Да, Иисуса Христа в моей жизни стало больше, а меня стало меньше. Раньше я был очень гордым человеком, очень надменным. А сейчас, слава Богу, я могу сказать о том, что вот, Господи, просто все то, что у меня на сегодняшний день есть и существует, хорошее, это все благодаря только Тебе. И это правда. 11 стих. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляют мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. На самом деле, кого-то испытания, они делают эти испытания слабее, вот кого-то они ослабляют, начинают угнетаться духом. Но когда ты начинаешь постигать библейские истины, ты начинаешь понимать, что через испытания Бог хочет сделать нас сильнее, более зависимыми от Бога, чем от самих себя, чтобы я не уповал на какого-то другого человека или на свою плоть, а уповал только на Господа Бога. И последний стих 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Госбожа. Никто. Мы без святости Бога не можем увидеть, мы не можем Его познать. Я хочу сказать, что когда я первый раз встречался с Иисусом Христом, мое сердце чуть не разорвалось. Почему? Потому что в моем сердце еще царил грех, и я вошел в Божье присутствие первый раз. Я помню, что мое сердце чуть не остановилось. Я серьезно говорю, это невыгодная история. И я тут же осознал, что мое сердце нечистое перед ним, оно неправо абсолютно. Хотя буквально пять минут назад, еще там, когда я шел в церковь, я считал себя очень хорошим человеком. Но вводя Божье присутствие, я просто понял, что здесь есть кто-то, кто просто на самом деле. Написано, что никто не может увидеть Бога и не умереть. Очень хорошее место, да? Потому что когда ты входишь в Божье присутствие, в Божью святость, и если в тебе есть власть греха, это может просто разорвать тебя. Поэтому очень важно принять жертву Иисуса Христа, которая нас очищает, да? Эта плата, которая была заплачена. И на самом деле на этом Голгофском кризисе произошла полная такая замена, обмен, того, что все мои грехи, они были просто пригвождены, все проклятие было пригвождено Голгофскому кресту, все болезни там остались, Бог исцелил меня во Христе Иисусе, и вместо этого дал мне свою святость, свою праведность. И Библия нас призывает одеться в его одежды, одежды праведности. И сегодня я приводил этот пример о том, что в Едемском саду люди были одеты в Божью святость, одеты в Божью славу, и поэтому ноготы было не видно, на самом деле. Они просто входили в этом неприступном свете. Апостол Павел пишет о том, что если у Моисея лицо горело, светилось так, что люди не могли смотреть на него, то они тем ли бачи вы? Можете себе представить? Я хочу сказать, что Библия нас призывает к тому, чтобы мы входили в такую святость, чтобы, ну как книга Откровения хорошо говорит, «Святой, да освящается еще». Может быть, ты сегодня к чему-то прикоснулся, но это только начало. «Святой, да освящается еще». Нам очень важно входить в такое Божье присутствие, когда эта святость, святость Божия, она будет видна просто издалека. Что какой бы человек ни посмотрел, он бы сказал о том, что это святые люди, это святой народ, потому что это видно издалека. Аминь? Аминь. И так будет прославляться имя Божье, не имя человека, а слава нашему Богу. Давайте мы вместе помолимся. Я на этом хочу закончить. Но это только... Я думаю, что мы еще будем размышлять на тему святости, потому что это тоже очень обширная тема. И она очень благословенная, потому что без святости никто не увидит Господа. Нам очень важно понять, осознать, можем ли мы быть на самом деле святыми мужами. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь Ивачий, за твое присутствие на этом месте, за твой кадош, за то, что ты когда-то искупил нас, заплатив самую дорогую цену. Это драгоценнее золото, драгоценнее серебра. Аллилуйя, Господь Ивачий, ты заплатил своей кровью, чтобы искупить себе невесту, которая сегодня предстоит пред тобой, искупленная, омытая, Господь Ивачий, очищенная тобой лично, твоей спасительной благодатью. Как написано, она стоит перед тобой, безбедная порога. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. И это все благодаря тому, что ты сделал. Не то, что мы сделали, но то, что ты сделал, Господь Ивачий. Спасибо тебе, Господь Ивачий, за твою святость, за то, что ты непогрешимый Бог. За что ты? За что ты? Потому что тебе понятие греха, оно просто неведомо, Господь Ивачий. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе за твою святость, за то, что мы можем прикасаться к твоей святости, за то, что твоя любовь, она поначалу не ставит никаких условий, она просто принимает нас вместе с нашими грехами. Но потом твоя любовь, чем ближе мы превышаемся к тебе, она выдвигает, она умеет право выдвигать условия, потому что мы, Господь, еще больше, еще больше, еще больше посвящали тебе свои жизни, свои сердца, свои души, чтобы Господь, в конечном итоге, было освящено самое Господь, очень драгоценное, святая, святые Господь, Наша душа, наши сердца, чтобы этот храм, который есть в телах нашей, Господь, которая есть в объединенном теле, Господь, История верующих, Господь, стало твоим храмом Божиим, зданием Божиим, тобой устрояемым, Господь, Благодарим тебя, всемогущий Бог, Аллилуйя, Отец, построи здесь свою церковь, построи здесь свое здание, Аллилуйя, пусть здесь, Господь, будет твое святое присутствие всегда, дай нам, Господь, История, непрестанно призывает твое святое имя, как там на небесах, Серафима, непрестанно восклицает, Свят, 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 Господь, Саул, и вся земля полна слава Его, и через это они, Господь, История, освящаются еще более, и нам, Господь, очень важно светить Тебя, славословить Тебя, Господь, История, пропускать твое святое, через свои уста, говорить Твои слова, слова, как слова Божии, исполнять заповеди Твои, которые не тяжкие, творить Твои дела, Господи, исполнять Твою волю, не нашу волю, но Твоя воля, да будет, Господь, в наши жизни, и дай нам в конечном итоге сказать, что уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос, а что ныне живу воплоти, то живу верой, Аллилуйя, слава Тебе, Господь всемогущий, спасибо Тебе, Аллилуйя, помолились, во имя Отца и Сына и Святого Духа, на этом месте, во имя нашего Господа, Иисус Христа, Тебе вся слава, Тебе вся честь, и вся хвала, Аллилуйя, Аминь. Великие чудные дела Твои, Господи Боже, все держите, праведные листины, пути Твои, Царь Святый, кто не убоится, не прославит Тебя, и во имя Отца и Сына и Сына, все народы поклонятся Тебе, и во имя Отца и Сына, и во имя Отца и Сына, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok